Девушки отдыхают Сейчас с одной стороны, с другой и готово Главное не пересушить Всего за 6 минут можно приготовить Легкий, изящный, вкусный завтрак Как в ресторане Зеленый рулет-омлет с рыбой и шпинатом Че там? Время-то уже, пора спешить Почти так же быстро нажарить Куриных оладушек с брокколи на всю семью Чудо-рецептик Который под силу абсолютно каждому Испечь идеальную шарлотку На майонезе с сезонными абрикосами Вместо яблок Шарлотка, она одна той шарлотка Понимаете, чтобы не мучиться И замутить крутейший шашлык из свиной шейки В маринаде из кваса Закусим салатом с корейской морковкой И будет нам счастье Доброе утро! Классно, когда самый ответственный Член семьи встает первым Идет готовить завтрак В комнату тянутся приятные звуки Шкворчащего масла на сковородке И аромат оладушек И все просыпаются и подтягиваются на кухню С любопытством, что там у нас сегодня А там горяченькие, румяные, куриные оладушки С брокколи и крутым соусом Именно это мы сейчас и приготовим Сделаем оладушки из куриной грудки И полезной капусты брокколи И дополним все это соусом ранч Ранч это классический американский соус Очень насыщенный и вкусный Ранч значит фермерский Но ферма, ранчо по-американски Знаете же, вот Наши оладушки будут чем-то напоминать рубленые котлетки Мы будем делать не фарш из курицы А будем рубить ножом У нас будут небольшие кусочки курицы Прямо внутри нашего блюда Второе, брокколи Добавим прямо внутрь фарша Многие брокколи просто так не едят Особенно дети А если вы с хитриночкой сделаете Вот так вот, как я вам сейчас покажу То дети будут есть за обе щеки С этого дня они полюбят брокколи Потому что это будет вместе с курицей И это будет жареное и вкусное Первым делом нужно подготовить брокколи Это самое долгое, что здесь нужно сделать Вот у нас соцветия брокколи Если сухие неровные части, вы их обрежьте Но у меня идеальный кочанок Отрезаем соцветия Смотрите, вот здесь вот прям, видите, удобно Видно, где просвет И видно, куда вставлять ножичек Вот так раз, отрезали, повернули Снова видите просвет Ножки у соцветия не обрезайте Такие длинные удобно подавать на гарнир Например, зашпарил, обжарил на сковородке Сделал не просто вот эти верхушечки А прямо с длинными Потому что брокколи съедается полностью от верха до низа Наша задача брокколи зашпарить Поэтому в кипящую воду щепотку соли В соцветия попадает еще соленая вода И брокколи солоноватой становится Время зашпарки, спросите вы А я вам скажу На глаз Проверяйте и смотрите Кто-то любит брокколи помягче Кто-то любит, чтобы она оставалась немножко хрустящей Я, например, люблю в продукте по максимуму оставлять пользы Поэтому не переваривайте Буквально 2-3 минуты могут из брокколи сделать кашу Если переборщите Пока 2 минуты зашпариваю брокколи Дам вам еще матчасть Вот эта верхушка, она всегда мягче становится раньше, чем вот эта плотная часть капусты Если вы достаете брокколи, они у вас просто лежат горячие Ждут, пока они остынут Они в этот момент тоже уже доготавливаются Поэтому часто повара на кухне, знаете, как брокколи, когда достают, сливают Сразу окунают в ледяную воду Чтобы просто процесс приготовления, он остановился И цвет яркий при этом остается Поэтому просто вам, друзья, порекомендую вот так вот выключить нагрев Взять брокколи Хопа Идем остужаем Стряхиваем лишнюю воду Все, брокколи подготовили Теперь очередь курочки Вам нужен острый нож Если туповат, подточите его на мусате Называется подвести Ну немножечко, типа ножичек остренький И ты его так немножко подводишь Шефы так говорят Делаем фарш из куриной грудки Вам понадобится одна куриная грудка Еще классность рецепта, что по сути я просто беру одну грудку и делаю примерно ладушек, наверное, 7-8 Нам нужно нарезать ее кубиком Разворачиваем и погнали Куриная грудка Куриная грудка это вам не говядина Другое мясо Она легко режется, у нее другая текстура Поэтому ножом ее рубить одно удовольствие Можно вот так вот острым ножом Раз, прям пяточкой Сюда пошли два Знаете, как рубленые бифштексы делают Когда у тебя не фарш просто через мясорубку Что там еще добавляют, непонятно А когда у вас такое, цельными кусочками Нарубили Большая миска И отправляем туда куриный фарш Теперь прямо на этой доске рубим брокколи Через пару минут брокколи с курочкой будем готовить вместе Мелко вот здесь вот дорубайте и все Важно оставить небольшие кусочки, чтобы они потом попадались Перекладываем брокколи к курице Мэри, держи Полезно Там много калия Мне мой нутрициолог порекомендовал брокколи И цветную капусту С тех пор я еще больше стал брокколи есть Следующий ингредиент Куриное яйцо для связочки А теперь еще один важный ингредиент Сыр Сыр натираем туда на крупной терочке Сыр тоже будет жариться, плавиться И давать особый вкус Сыр же мощный продукт Его много не надо, но вы его все равно почувствуете Пару щепоток соли обязательно И свежемолотый перчик Это все ингредиенты для нашего крутого фарша Теперь все это просто ложкой перемешиваем Смотрите, как красиво получается Какие они яркие, с курицей О, сырочек прям Идеальные оладушки будут Видите, брокколи и курицы Фифти-фифти вообще Один к одному Теперь, видите, жидковато чуть-чуть Поэтому что? Мука, да? Наша спасительница Буквально немножечко для связочки Просто чтобы и масса была Знаете, как в котлетки добавляют хлебушек иногда Вот здесь мука Замешиваете У нас же еще плюс это не котлетки, а оладушки Поэтому мука, она немножко скрепит Зафиксирует и сделает правильную текстуру Для завтрака самое то Вау! Можно жарить Две сковородки! И погнали! Не формуем Ничего тут специально не делаем Мы просто берем, смотрите, вот так вот ложку Выкладываем на маслице Прессуем ложечкой И немножко подравниваем по краям Размер может быть разный Хотите, вообще мини-оладушки делайте Как хотите Я сейчас разные наготовлю И не делайте их толстыми Делайте их потоньше Быстрее приготовиться Не пересушите заодно Ой, смотрите, как шкварчат, да? Эти хорошенькие, красивенькие Такие зажаристые Одна покрупнее, другая помельче Сейчас с одной стороны, с другой и готово Главное не пересушить Ну а теперь, друзья, соус ранч Ну типа деревенский Был популярный Да и сейчас популярный в Америке Раньше его делали в оригинале на основе пахты Пахта это такой продукт, который обезжиренный Который получается при производстве масла То есть типа как обезжиренные сливки, что ли Потом туда добавляли разные ингредиенты Соответственно уксус, чтобы кислинка была И получалась такая, знаете, заправка Потом уже технология оригинальная поменялась Стали заводы делать, производители Короче, соус ранч можно найти в любом магазине И он идеально подходит для овощей Для котлеток и так далее Потому что он кислый и немножко сладкий Нам понадобится Майонез и сметана Майонеза меньше, сметаны больше Чтобы было меньше калорий, было полезней Ничего против мазика не имею, но Я очень давно уже смешиваю сметану с майонезом И получается суперрезультат Где-то, наверное, 25% майонеза 75% сметаны Слушай, слушай, оладушки пора переворачивать Опа, смотри, какие они зажаристые Чуть-чуть сырой курицы осталось Значит, все, минутка с другой стороны Оладушки готовы Посмотрите, как быстро Подаем оладушки и продолжаем колдовать соусом Так, теперь зеленушка Вкуса, вкуса, вкуса Давайте, смотрите, в соус ранч обязательно чесночок Много не надо в меру, чтобы от вас потом не пахло Буквально один зубчик И свежая зелень пошла У меня здесь лучок, петрушенце и укропиус Так, рубим меленько Чем больше зелени добавите, тем будет прямо у вас мега полезный соус Здесь мы его делаем, как мы хотим, понимаете? Мы с вами, шеф-повара Сокращаем жирность за счет сметаны Даем сливочность и свежесть Зелени, сколько хотим, столько и добавляем Мы же знаем, что зелень полезная Знаем, поэтому побольше И не стесняемся Хотим мелко режем, хотим крупнее режем А вот теперь сюрприз Чуть-чуть сахарного песка Чтобы ярче был вкус И яблочный уксус Чтобы еще сильнее, кислее было И все вместе с сахарком, со сметанкой, с майонезиком И большим количеством зелени Это будет мега соус И будут говорить, что туда положили, а? Вроде как бы понятные ингредиенты Но что-то вот как-то вкуснее прям Прям вкуснее как-то Раз Видите, какой он густой, классный Ну все, быстро было, очень Пам-пам-пам Пожарили, жарится вообще две минутки Соус ранч, бомбически яркий, свежий Все, вот так вот подаете Блюдо для завтрака идеально А что для завтрака? И для обеда, и для ужина вообще универсальное Как хотите Разрезаем Смотрите, как оно выглядит, а? Видите, прямо кусочки брокколи И сочная, мега сочная курица Прям кусочками И ты понимаешь, что блюдо сто процентов Натуральное Теперь берете котлетку Вот так вот, соус ранч С зеленью, чесночком Осознаете, что жизнь прекрасна И делаете вот так И убеждаетесь в этом Какой классный соус, а, вообще Сначала он ощущается Вау А потом вот эта куриная котлетка С хрустящим брокколи внутри Чудо-рецептик Который под силу абсолютно каждому Я в этом уверен Вот сейчас вы соберитесь с всей семьей Разыграйтесь на кулачках Кто завтра встает первый И готовит этот завтрак Если не хотите потерять рецепт Такого полезного блюда Берите телефоны, чтобы сфотографировать ингредиенты Для куриных оладий с брокколи И соусом ранч нужны Куриная грудка Брокколи Яйцо Сыр Майонез Мука Сметана Чеснок Петрушка Укроп Зеленый лук Сахар Яблочный уксус И подсолнечное масло Порция оладушек 94 рубля Бывает, что проспали И нужно очень быстро позавтракать Ну или просто нет времени Долго стоять у плиты Нужно за 5 минут Что-то приготовить И бежать по делам Блюда за 5 минут не обещаю А вот за 6 легко Всего за 6 минут Можно приготовить горячее Сытное И очень вкусное Полноценное блюдо Сегодня это будет Зеленый омлет Рулет С красной рыбой И сыром Сыр нам нужен Вот такой Творожный С ароматной зеленью Там укроп Петрушка Лучок Чесночок То, что нужно Для идеальной начинки омлета Рубрика Моя любимая Все делаем быстро В режиме реального времени Без монтажа вообще Таймер заряжен на 6 минут Когда время выйдет Прозвучит сигнал А у нас будет готовое блюдо Погнали Так, первым делом Ставим сковородочку Пускай слегка нагревается Это очень модное Красивое Вкусное блюдо Омлет Он будет зеленый Там будет классная начинка Короче Готовиться не сложно Вам понадобится Два яйца Ну, понимаете В этом блюде Все полноценное То есть там есть И белок И есть рыба И сливочный сыр И много зелени Короче, польза По полной программе Дальше Чтобы у омлета Был супер вкус Моя любимая специя Последнего времени Сушеный чесночок Буквально чуть-чуть Добавьте Сразу другой аромат И вкус будет Щепотка соли И прям туда Листья шпината Вот так вот Сверху Хопа Их надо перебить Вместе с яйцами То есть надо Чтобы пюре Получилось шпинатное И окрасило наши яйца В зеленый цвет Где-то, наверное, вот так вот Можно еще чуть-чуть Все, закрываем кутером Крышечкой И погнали Минута прошла Все Наша зеленая масса готова На сковородку Маслица Чуть-чуть Много не надо Не перебарщивайте Нагрев должен быть Не слишком сильный Распределите кисточкой Вот так вот маслица По всей сковородочке Что-то даже многовато чуть-чуть Дай-ка я вот сюда Немножку солью Опа Много не надо Не перебарщивайте Затем Наливаем туда яичную массу Вот так вот Видите, она такая Зелененькая, красивая И аккуратно Кисточкой Или лопаткой Распределяйте По всей площади сковородки Нам нужно сделать Тоненький, зеленый Красивый блинчик Вот так вот Прямо распределяем Если у вас Слишком сильный Будет нагрев То у вас этот блинчик Начнет пригорать И будет некрасивый цвет Поэтому готовим Нам низком огне Постепенно Переворачивать мы его не будем Он тоненький Он должен сам по себе Приготовиться Полностью И снизу И сверху И стать зеленого Красивого Такого Цвета И соответственно Он будет такой еще Очень нежненький Будет таять во рту А потом мы в него Завернем Классную начинку Так, распределили Аккуратненько И тихонечко готовим Еще раз говорю Нагрев контролируем Сильно он не должен быть Постепенный Тихонечко Теперь делаем Остальную заготовку Внимание У нас будет свежий огурчик Нарезаем его Тоненькими слайдиками Будет хрустеть Будут витаминки Будет свежесть Обязательно огурчик Плюс с этими Ингредиентами Идеально сочетается У нас тут будет Лосось Яйца Шпинат Короче, должна быть свежесть Нарезаем вот такой соломочкой Теперь Лосось Он может быть слабосоленый Холодного копчения Не знаю Горячего копчения Может быть вообще не лосось Можно, кстати, ветчину Я не знаю Добавить Можно добавить Просто любую другую рыбу Короче, как хотите В общем, главное Сохранить Саму вот эту технологию Рулетика Но с рыбой Просто это, знаете Стиль будет Плюс это немножко Знаете, такой Вроде праздник Вроде шесть минут А вроде и празднично Вкусно получилось Ну и все По сути, все готово Осталось омлетик Доготовить Вот так вот его готовим Видите, он начинает Шкварчать чуть-чуть Прям супер Сверху становится готов Видите, здесь вот он Прямо уже застыл Практически полностью Поджарился Готовим дальше Тихонечко Тихонечко Не спешим Можно вот так вот Посмотреть Все ли хорошо С этим омлетиком Где-то его проверить Видите, что происходит Он тихонечко Готовится снизу И потихоньку Видите, испарение Начинает сверху идти Это шпинат готовится Снизу он чуть-чуть Поджаривается А сверху Прямо становится Вот такой Фиксируется, короче Потому что яйцо Доходит до готовности Так как блинчик тоненький Оно и проготавливается Че там? Время-то уже Пора спешить Да? Так Все Видите? Практически готов Яйцо уже полностью готово Видите? Уже все Блинчик ездит Это самое долгое, что здесь надо сделать Остальное все моментально быстро делается Да и блинчик, в общем-то, если тоненький, тоже очень быстро готовится Все Обратите внимание У нас остался только нежный шпинат А яйцо полностью готово Значит, пора Заворачивать блинчик Мы берем вот так вот сковородку Переворачиваем ее Сейчас убежусь Что все в порядке Да, вот так вот смотрите Хопа И вот у нас блинчик Смотрите, какой красивый Зеленый Затем нужно его перевернуть обратно Вот так Раз Потому что та сторона должна быть снаружи А теперь намазываем сыр Сырочек Лучше это делать двумя ложками Так удобней И вот так вот тихонько Чуть-чуть Он у вас должен быть везде Тоненьким, аккуратным слоем Вот так вот сюда Сюда Сильно не давите Блинчик, он очень нежный и деликатный Чтобы он не порвался Чтобы все с ним было как надо Дальше Огурчик Хопа Распределили Дальше Аккуратненько рыбку мы выкладываем сюда Хопа Все Листики шпината в центр Добавляем свежую зелень Добавить Затем вот так вот Раз Подцепили Так вот немножко Прессанули Вот так вот Его прокрутили И разрезали На две части Тарелочка Раз Кусочек И два кусочка Все Ну что, прям вообще Секунда в секунду, да? Ну смотрите, какой у нас получился Просто посмотри на него Мега стильный Ну это же гастрономия Там вам в ресторане могут подать Зеленый шпинатный блинчик Видите, сливочный сыр Шпинат Зелень Лососик А как его есть Можно красиво Деликатно Прям вилочкой Ножом А можно прям вот так вот взять Слушайте, такое идеальное Сочетание продуктов, а? Этот сыр вкусный Вместе с рыбой С хрустящими огурчиками Со шпинатом В теплом Горячем шпинатом Омлетике Шикарное блюдо За шесть минут Творожный сыр Виолетта Ароматная зелень Создан из натурального молока С добавлением ароматных трав Нежный сливочный вкус И воздушная текстура Идеально дополнят любое блюдо Виолетта Легкое удовольствие Для зеленого рулета омлета С красной рыбой Возьмите Шпинат Слабосоленую рыбу Яйца Творожный сыр С зеленью Огурцы Сушеный чеснок И подсолнечное масло Порция блюда 123 рубля Наслаждайтесь Хочу показать вам рецепт шарлотки И вы такие сразу Что? Мы рецепт шарлотки не знаем что ли? Моя мама делала так А бабушка так А я вообще с закрытыми глазами А я отвечу Такого рецепта Вы наверняка еще не знаете И шарлотка по нему получается Ну просто очень-очень крутая Готовим шарлотку с абрикосами Потому что сейчас Самый-самый сезон Спелых и сладких абрикосов А тесто сделаем на майонезе Попробуйте раз Попробуйте и два И три, и четыре, и пять И так до бесконечности Потому что это уникальная находка И тесто получается Короче Все очень просто Потому что шарлотка Она одна той шарлотка Понимаете? Чтобы не мучиться Просто сделать ее буквально За 10 минут Убрать в духовку И чуть-чуть подождать А потом наслаждаться Этим супер вкусным десертом Для начала Делаем тесто Тут все по классике Яйца нужно взбить с сахаром Да как следует Нам понадобится Четыре Куриных яйца Добавляем сахарный песок В яйца И ванильный сахар Потому что у этой шарлотки Должен быть слегка ванильный привкус Еще с абрикосами Это будет идеально Это, кстати, один из секретиков И щепотка соли Может быть Вы в выпечку не добавляете соль А я добавляю Щепотка соли Сделает гораздо вкуснее Шарлотку Надо взбить Да как следует Прям До пышной-пышной пены Это фишка шарлотки Яйца надо взбить Чтобы они прям Вот так вот Сильно увеличились в объеме И это как раз Обеспечит Користость теста Понимаете? Поймал себя на мысли Что взбивание яиц Определенного Типа медитация Я сначала улыбался Улыбался А потом задумался О чем-то Высоком И стал серьезными Мещами это делать А потом снова Заулыбался Вот такая должна быть Текстура Видите? Прям воздушные Плотные Хорошо взбитые Ну а теперь Самый важный Секретный Очень крутой Ингредиент Нашего сегодняшнего Рецепта Это майонез Майонез Провансаль Вот так вот Оп Все Ну а теперь Мука Нам нужно здесь 160 грамм муки И разрыхлитель И разрыхлитель Обязательно муку С разрыхлителем Соедините Разрыхлитель Даст пористость Чтобы у нас Тесто еще пышнее было Перемешали Ложечкой Аккуратненько Все Чик-чик-чик Чтобы у вас Все крупиночки Распределились Отправляем муку Яйцам И уже аккуратненько Вот так вот замешиваем Главное Чтобы в объеме Сильно не уменьшилось Можно уже здесь Чуть-чуть включить Все Теперь аккуратненько Вот так вот вымесили Все Ваша задача Потом после того Как добавили муку Не перемешивать Слишком сильно Нужно сохранить объем Понимаете Поэтому вот так вот Убедились Что все хорошо перемешали Что мука у вас Растворилась Мэри, слышала песню Про шарлотку? Нет Давай, спой Ты спросишь Эта песня Любви Конечно, да Этот божественный рецепт Проверили и года Шарлотка яблочная Сколько в имени твоем Ну что-то Замечтался я Короче, мы берем Мука, яйца, сахар Яблоко и масло Мэри, видала, нет? Видала Вот Так-то Так-то Два миллиона просмотров Понимаешь? Романтичная песня Про шарлотку Только там она с яблоками А у нас с абрикосами Их-то как раз Пора подготовить Смотрите, абрикосы Оставляем крупными Это важно Поэтому разрываем Так вот на две части И прям половинками Опа, половинки сюда Косточку обратно Они могут быть мягче Могут быть плотненькие Все равно получится Мягкие в итоге Потому что температурная обработка Вот И плюс у них такая текстура Сама по себе Мягкая Обязательно попробуйте Обожаю абрикосы Вообще Абрикосы Кисло-сладкие Вкусные Обалденного размера Вот как надо Руками разрываешь И ешь Можно просто килограмм съесть Кстати, лайфхак Если, например, будете долго возиться С абрикосами То лучше их подготовьте заранее Потому что тесто уже лежать не должно Оно немножко оседает И его пышность пропадает Но я, видите, быстро делаю Поэтому могу это прямо в процессе сделать Или, например, пока тесто там делаете Можете попросить кого-то из домашних вам помочь Когда у вас сезон абрикосов Пожалуйста, ешьте их Это так полезно Наедайтесь витаминами настоящими Теперь вам понадобится пергамент Удобнее всего для шарлотки Вот такая вот форма Разъемная Видите, у которой есть дно И бортики Кладем дно Сверху пергамент Чик И зажимаем Все Маленький секретик У меня здесь мягкое сливочное масло Можно и растительным сделать Но с сливочным вкуснее будет Ваша задача Чуть-чуть дно смазать И бортики Небольшим количеством Жирность у нас уже там есть За счет майонеза Это просто, чтобы тесто Не прилипало к форме Ну и правильно Карамелизовалось Готовилось так вот по периметру А теперь есть нюансчик Смотрите Обычно как? Яблоки кидают в тесто Перемешивают и отправляют в форму Здесь у нас немножко другая технология Беру часть теста И выливаю на дно Чуть-чуть вот так вот распределяю И теперь выкладываю туда Половину абрикосов Абрикосы в любом случае Они пойдут на дно После выпекания То есть Если мы их сразу сверху положим То они, боюсь, немножко прижмут тесто Вот И, возможно, его объем будет не такой хороший Поэтому рекомендую сначала положить Часть абрикосов прямо на дно Вот таким вот образом Они все равно там окажутся Потом заливаем сверху оставшееся тесто Ой, как красиво, да? Тесто нежное, вкусное Классное На абрикосы выливается Все самое Вот поэтому шарлотку и любят Понимаете, что готовится она легко С фруктами И фруктов там много А тесто получается очень вкусное А если по моим всем секретикам сделаете То вы вообще не поймете Но почему ваше тесто такое вкусное Но будете знать, почему Майонез Он обеспечит крутой баланс вкуса У вас и кислиночка тут есть И пикантность легкая Понимаете, есть Абрикосы, смотрите Выкладываем сверху Все Отправляем шарлотку в духовку Температура 180 градусов 40 минут Но вы следите за ней 35-40, как-то так По цвету определите Ох, сейчас будет аромат Ванили и абрикосов Так, 40 минут прошло Ох, какой аромат Просто ураган сносит меня Смотрите, как поднялась классно, да? Ох, такая тяжеленькая С абрикосами 40 минут 35 не хватило 40 минут выпекалось Потому что высокая Абрикосов много Надо больше времени пропекаться Ну, теперь надо немножко подождать Чуть-чуть Хотя бы минут 5-7 Чтобы немножко тесто успокоилось Лишняя влага вышла А потом будем есть Это всегда так на с выпечками Что, видите, прямо еще парит она Прямо еще процесс приготовления идет В данный момент Поэтому чуть-чуть Пускай подостынет И попробуем Признаюсь честно Мы подождали буквально 3 минутки Просто больше не терпится Хочется уже быстрее Все уже голодные Смотрят на эту шарлотку Думают, когда, когда Горячая она еще Опа Ну, посмотрите А на эту красоту Вообще А, вот Смотрите Вот она еще прям парит Нельзя ее такую горячую резать, конечно Но я не могу Видите, уже видно, какая она пористая Смотрите, сколько абрикосов просто Они вот в основном внизу Но они мега сочные А сверху запеченная карамельная корочка Знаете, шарлотку можно есть с чем угодно вообще Как хочешь Хочешь, я не знаю, с мороженым Хочешь, сахарной пудрой посыпай С сыром каким-то, я не знаю, сливочным Но здесь на самом деле Вкуса вообще будет достаточно Ох, как классно пахнет, а Знаете, вот этот вот аромат ванили Пробивается через аромат персиков У тебя и кислинка И сладость И вообще вот этот внешний вид Желтенький, такой нарядненький Тесто, конечно, вообще Вышак В меру сладкое Воздушное Чувствуешь, что с тестом что-то такое необычное Это все майонез И потом вот этот абрикосик Такой сладенький, кисленький, освежающий Просто божественная шарлотка Тесто в шарлотке получилось более нежное И воздушное благодаря майонезу Махеев Провансаль Это продукт с насыщенным классическим вкусом Приготовленный из высококачественных ингредиентов С подсолнечным маслом марки Премиум А чтобы повторить эту оригинальную шарлотку Берите телефон и фотографируйте ингредиенты на экране Для шарлотки на майонезе с абрикосами Вам понадобятся абрикосы, яйца, мука, майонез, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и сливочное масло Кусок пирога 30 рублей Дачный марафон в разгаре Кому-то по душе сеять и полоть А кто-то любит полежать под солнышком в ленивой истоме Но никто не откажется от горячей вкусной еды, приготовленной на мангале Сегодня будем жарить шашлык и хрустеть салатом Шашлыки именно рицательные Если вы едете на шашлыки, то готовить, вероятно, собираетесь вообще что-то другое Но мы с вами сейчас будем готовить именно шашлык Всем шашлыкам шашлык В маринаде из кваса Делаем шашлык на квасе и салат с корейской морковкой И то, и другое Идеальные блюда для вылазки на природу Проверял много раз, что на барбекю не делаешь Вот что бы ты ни готовил, там, стейки, курицу, жаришь индейку Вот всегда выигрываешь шашлыки свинины Поэтому никогда его не миксуйте с другими продуктами на барбекю Либо шашлык, либо все остальное Понятно, он отдельный вид искусства Не перестану повторять, что лучший шашлык готовится в свиной шейке Это идеальное сочетание жира, мягкого мяса и прожилочек Вот она, свиная шейка, большая Видите, у нее какие волокна крупненькие Она всегда получается такая мягкая Подготавливаем Нарезайте крупные куски Раз, как большой стейк получается Теперь каждый стейк разрезаем на две части вот таким вот образом Оп А потом полоску вот на такие крупные куски Правило важное, не мельчите Если на улице тепло, если хорошие у вас уголечки Если шашлычок правильно промаринован, то прожарится такой кусок быстро И не надо будет долго ждать Иногда допускается делать, например, длинные кусочки Можно на три, а можно и на две Вот я вот так вот пропущу шампурик сюда И будет просто длинный кусочек такой прямоугольный Опа Хопа Свинину нарезали, а вот теперь маринад И он сегодня у нас будет необычный Вы, скорее всего, о таком даже не слышали А он существует И получается весьма недурно Это маринад на квасе Нам нужна большая миска, чтобы у вас потом не вываливалось Когда вы замешивали, у вас не вытекало по стеночкам Чтобы можно было потом упаковать, убрать в холодильник какое-нибудь место И у вас еще и то место, где будет мариноваться шашлык, не запачкалось Значит, поехали Первый ингредиент – это горчица Пикантность должна быть Пропитает каждый кусочек и даст хороший вкус Вот видите, сколько мяса? Вот Ложка горчицы Крясь Удивительная специя для шашлыка Но она тоже для этого маринада супер круто ляжет Это сушеный имбирь Вау Он такой, знаете, ядрененький И вы его потом почувствуете в мясе И скажете спасибо за этот привкус невероятный Затем паприка Ну куда без нее Паприка дает красивый цвет Я ее люблю добавлять, немножко сладости Она как будто сбалансирует все, понимаете Цвет дает, нежность Теперь Не смейтесь надо мной сегодня Но у меня здесь Кориандр Обычно мы его в ступке мелим Но ступки нет Это электрическая мельница для специй Так будет точно больше аромата Тут перемелится все до конца Не переборщите с этой специей Чуть-чуть надо Теперь немножко надо подсолить И теперь очень важный ингредиент Для шашлыка Это лук Без него никуда Но здесь я хочу от лука забрать Всю силу и весь вкус Чтобы он прямо стал частью маринада А потом в кусочки свинины Легко впитывался Поэтому я беру репчатый лук И беру просто терку И натираю лук на терке Никаких отжиманий Прямо сразу получаете Натертый лук И идеальный сок Готовьтесь плакать Потому что вот здесь вот как раз Хорошо ветер оттуда Кстати Готовься ты плакать На тебя ветер идет Дим На тебя ветер Оператор сейчас будет слезы лить Вот он кайф на природе Готовишь Вроде лук Да и не собираешься плакать Вообще в глаза ничего не попадает Все ветром сносится Вот видите пюре луковое Хватит Не могу больше Все перемешиваем тщательно Чтобы все ингредиенты растворились Ох Ох Вот это запах Ну свининка готовься Сейчас ты просто впитаешь все эти вкусы И очень быстро В этом и фишка кстати еще маринада Что у вас лук он перетертый И все специи мелкие Он моментально впитается И поможет всему этому еще квас Обычно из бутылки Не какой-то домашний Свиному шашлычку ему вот эта вот кислинка Вот эта сладость Она добавит особого вкуса Ну и плюс за счет газиков Быстрее замаринуется Наливаем Закидываем свинину в маринад Он сейчас весь питается в свинину Тщательно вот так перемешайте Вы потом каждый ингредиент почувствуете Когда шашлычок будет жариться Из него будет сок выходить А вот эта концентрация вкуса Маринада останется Все Даже если два часа он в маринаде Этот шашлычок проведет Ему будет уже хорошо Но лучше Где-то от четырех часиков Мясо полежит И вы полежите Отдохните И вообще делайте на даче Что хотите На то она и дача Шашлычок замариновался Начинаем нанизывать его на шампурике По краям старайтесь насаживать Маленькие кусочки Поменьше А вот здесь уже в центре побольше Почему? Потому что по краям всегда жара меньше И там должны быть кусочки Которые быстрее прожарятся Ой, смотрите, как он промариновался Прям видно, да? Берете вот так кусок И погнали По центру Старайтесь Видите, он прямоугольный И не еще красиво Зато видите, как он четко на шампурике Вот сюда его Следующий пошел Вот так вот Первый шампурик готов Вот эти вот длинные Думаете, как его насадить? Ставили с краешку Потом вот здесь вот зафиксировали по центру Потом чуть-чуть меняете направление И так видите Чучу-чучу Хопа И все Искусно, ровно Вы бы видели на Кубани, как шашлык режут и маринуют Там такие кусманы, что думаешь, как он никогда не прожарится? Нет Ничего, прожаривается нормально Там два куска съел и наелся Марина Шампур нужны! Важно Перед тем, как фотать мясо в ленту Убеди, что все готово Никаких аль денте Марин! Я тебе лухая, что ли, потом Ну расскажи, какие новости на районе? Все сидят на своих участках Не выходят Чили там Загорают Лимонад делают по твоему рецепту Перекусывают они Как? Лайм Базилик Лед Говорят, вкусно получилось Я не пробовала Пойду попробовать Да? Вкусно пахнет шашлыком Да, смотри, какой он сочный Смотрите, как много маринада было Видите, как стало По сути, весь маринад в свинину впитался Но видно, что кусочки Они прямо уже такие рыхленькие Вот насколько мягкий будет шашлычок Все, Марин, спасибо Забирай Я сейчас буду жарить мясо А вы не переключайтесь После рекламы И с шашлыком разберемся И приготовим идеальный гарнир к мясу Свежий, вкусный азиатский салат С корейской морковью Подписывайтесь на канал Просто Кухни Сохраняйте любимые рецепты И готовьте вместе с нами Летом хочется постоянно быть на воздухе И вкусно есть Сегодня готовим главное дачное блюдо Шашлык Мясо уже замариновалось в специях и квасе Пора жарить Опа Опачки Целый мангал будет с мясом, а Праздник-то какой Ох, сейчас первые ароматы пойдут Вот эти вот мощнецкие Важное правило шашлыка Не спешите, не крутите, не вертите его Дайте ему сначала прямо колернуться Чтобы он поджарился Чтобы запечатался Чтобы аромат был Потому что возможно Ваши вот эти первые угли Они дают основной жар Возможно они через 5 минут у вас подутухнут И спокойненько уже мясо будет томиться Но оно должно до этого времени Хотя бы чуть-чуть покрыться Где-то корочкой И поджариться Чтобы даже подгореть местами Поэтому положили, забыли А потом только переворачивайте Оп, вот видите Вот цвет Жар пошел И с другой стороны то же самое Ох, пошло, поехало Шашлык классно закусывать чем-то свежим Нужен овощной гарнир Делаем салатик Он будет у нас немножко в азиатском стиле И важный ингредиент этого салата Корейская морковка В чем прелесть? Морковка вкусная, свежая, хрустящая Будет пищеварению помогать И плюс в корейской морковке Уже есть все вкусы, специи и так далее Поэтому лишнего Нам ничего в салат добавлять не надо Морковку добавили И вкус будет обеспечен Начинаем со свежих овощей Болгарский перчик Нарезочку все сделаем Такую немножко, знаете, длинную Вот так вот соломочкой Огурчик Опа! Слайсиками сначала По диагонали И вот таким вот образом Нарезаем соломочкой Хоп! Все просто Теперь зеленый лучок Белую часть Можно кружочками А зеленую Прямо вот такими вот оставьте Длинными Это в городе Я бы так бы скорее всего Не предложил Но когда на шашлычке Вот такой вот крупный лучок Это то, что надо Согласитесь? Морковка Если она длинная Ее можно ножом так просто Тоже не переборщите Все-таки морковка Она тут не в самой Совсем главной роли Пускай она просто попадается Но не будет основой Нашего салата Супер! Ну а теперь Заправочка А дайте какую-нибудь чашечку Или пиалку Пиалку можно, пожалуйста? Гусь? Ну что, Маринка Мясо жарим Хоть посидим нормально, да? В баню пойдешь, да? Пойду Чакушечку охладила? Две Молодец У меня лето Шашлыки Шашлыки Дача, озеро Вот это все, понимаешь? Вайп Жизнь одна Как не уделить себе внимание? Все трудоголики Работают с утра до вечера Нон-стоп Ну ты же даже в мегаполисе живешь Ты где-то там Лидишь на велосипедах Там где-то там Входишь с мячиком, нет? Да Выхожу с мячиком А в воде просто приходят домой Дом работает, дом работает Не выходят в воду Да И ты думаешь, что физически устал На самом деле Вышел Плечи расправил Сел на велосипед Поехал Да Вот Вот и я говорю Давай пять, Марина Шашлык скоро будет готов Пора приготовить заправку для салата Соевый соус Две столовые ложки на такой объем достаточно Чуть-чуть надо кислоты Яблочный уксус Мой любимый дачный вариант Затем капельку сахарного песочка И маслица Просто, чтобы все объединить И заправка потом оседала на овощах Перемешиваем Это получается уникальнейший вкус Даже для пельмешек такую заправку сделаете Будет казаться, что димсам азиатский едите Очень вкусно Добавляем заправку Перемешиваем И салат готов И в конце, чтобы немножко украсить Добавить вкус И не подчеркнуть азиатский стиль Немного кунжутных семечек сверху Вот так Следим за шашлычком Если вам кажется, что Посмотрите, вот здесь вот он подгорел Так и должно быть, друзья В этом вкус Поверьте мне, вы будете выбирать Именно вот эти кусочки Которые круче поджарены Как проверить готовность мяса? Выбирайте самый большой кусок Потому что если уж крупный готов Помельче уж подавно готовы Ножом надрезаете И смотрите в центр Сок прозрачный Чуть-чуть Как будто бы В розовингочке есть в центре Значит, осталось совсем немножко Пора полянку подготовить Полянка будет из лавашика Лаваш чем хорош? Он впитывает соки И плюс Лавашом всегда можно еще накрыть сверху Но он лежит там ему тепло Хорошо, как под одеялком Шашлык готов Снимаем его с мангала Шедевр на миллион долларов А теперь закон мангала Первый кусочек мяса Нужно попробовать Прям не отходя от мангала Так раз А Ух ты Здесь мягенький Здесь вот поджарился жирочек Тут цвет красивый И вот так вот Слушайте, он такой вообще тающий во рту Правила приготовления Грамотного шашлыка Никто не отменял Я вам все показал правила Ну и сам маринад Очень крутой Свежий, классный Еще самое интересное Имбирь я чувствую То, что я вам и говорил Лук сделал свое дело И все так размягчило Это вот карамель такая вот Как раз вот это есть от кваса И вот ты ешь, вроде знаешь Ты хочешь еще этого вкуса Хочешь жадно И тут у тебя бамс Яркий салат Хрустящий с морковкой Прям все добивает Сочно, мягко, вкусно Хороших вам шашлычных вечеринок Для шашлыка на квасе И салата с корейской морковью Вам понадобятся Свиная шея Корейская морковь Соевый соус Репчатый лук Болгарский перец Огурцы Зеленый лук Паприка Кунжут Кориандр Молотый имбирь Квас Дижонская горчица Сахар Яблочный уксус И подсолнечное масло Порция шашлыка с салатом 172 рубля Разбирайте шашлык Лучший С пылу с жаром Специально для вас Знаете космический адрес Нашей планеты Записывайте Галактическая нить Персея Пегаса Комплекс сверхскопления Рыб-кита Местная группа Галактик Галактика Млечный путь Рука Фариона Солнечная система Земля И где-то По этому адресу Живите вы и я И мы встречаемся По субботам На СТС Следите за проектом В наших социальных сетях